которые нам любезно предоставляет компания «Олимп Консалтинг». И перед вами карта, карта северо-восточной части Украины. Это называется «Северо-восточный регион», куда входят три крупных областных города. Сегодня мы, ну, Чернигов, Суммы, Харьков, Полтава. Сегодня мы говорим о городе Харькове. Давайте очень кратко, тезисно пройдемся по, так сказать, основным параметром, который характеризует состояние рынка недвижимости на конец ноября 2023 года. Первый очень важный параметр – это количество предложений. Не путайте это с продажами или с транзакциями. Мы мониторим на протяжении многих лет все крупные интернет-порталы, сайты, которые, в общем-то, позиционируют себя как порталы или интернет-ресурс, который помогает продать недвижимость. И вот через, так сказать, эти статистические данные мы пытаемся разобраться с этими процессами. Переходим к количеству предложений в городе Харькове. Это 23 500 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок, напомню, друзья. То на 1,9% меньше, чем в прошедшем октябре месяце 2023 года. То есть это колебательный процесс. С чем это связано, я не знаю, но в конце года мы подводим итоги по предложениям. И я вас ознакомлю в целом с тенденциями, которые мы наблюдали на протяжении года. А следующий параметр – социальное жилье. Это вторичный рынок. Я буду называть только в относительных цифрах, то есть в процентном соотношении снижения стоимости квадратного метра. Социальное жилье подешевело на 0,32% за месяц. Мы говорим с вами о колебательных процессах. Квартира эконом-комфорт бизнес-класс – это также вторичный рынок, подешевел на 0,26% за месяц. И переходя к первичному рынку квартиры эконом-класс, друзья, мы видим, что ту же самую отрицательную динамику снижение стоимости квадратного метра, мы видим минус 0,18%. Ну, естественно, за месяц, потому что период исследования вверху, вот здесь я всегда пишу, чтобы вы не путались. Это октябрь-ноябрь месяц. Первичный рынок. Комфорт бизнес-класс. Видим незначительную динамику роста за месяц, плюс 0,11%. И первичный рынок элит-класс. Квартиры, которые строятся только в городе Харькове, если вы посмотрите город Полтава, город Сумма, город Чернигов, то с такими техническими характеристиками не строятся квартиры подобного класса. Поэтому я просто акцентирую ваше внимание. Мы видим, что элитный класс, первичный рынок за месяц плюс 0,07% динамика роста. Но если вы посмотрите на абсолютные показатели, то вы увидите, как очень сильно просто отличается стоимость квадратного метра на первичном рынке между классами и на вторичном рынке также между классами вторичного рынка. От общей картинки...